Ну вот и бронзовый век. Впрочем, чему радоваться? Мы еще нифига не готовы, а к нам уже будут приходить не голозадые аборигены, а скорее всего неплохо вооруженные бойцы. Да и количество их скорее всего будет поболее чем ранее. В общем, драуки. Будем все это, как говорится, посмотреть. Ну а с тебя лайкосик, коммент и подписка. Все то, что так ценит ютуб. Заранее спасибо и приятного просмотра. Ну что, друзья мои, у нас нет особых проблем с едой, как видите. У нас есть много мяса, у нас есть и хлебушек, и зерно хранится. Так что я думаю, что пришло время... Чей-то ты тут головой-то бьешься. Я думаю, что пришло время поднимать население нашей... Даже не знаю, как назвать это поселение, короче. В общем, поднимаем население нашего поселения. Как-то так. Я предлагаю построить сразу несколько домов. Кстати, по ходу дела нам все-таки придется за пределы нашего поселения как-то выходить, расширять его. Может быть, где-то грядки переносить за пределы. Может, вот эти вот грядки тоже перенесем. В общем, посмотрим. Для начала нам надо сделать вот эти вот хижины. Так, что у нас там по знаниям, значит. Нам надо еще десяток знаний набрать для того, чтобы хоть что-то изучить из нового века. Что мы можем по этому поводу? Мингиры можем сделать. Пять штук. Блин, я даже не знаю. Все такое вкусное. Медная кузь... Подожди, а где это у меня медная кузница? Это... Это... Вот это, что ли? Зачем нам три медных кузницы? Ну, если только собрать, потом разобрать. Так, что у нас по животинке? По животинке, по-моему, только что кого-то завалили, или мне показалось. По звуку было очень похоже. Сейчас наших всех напрягут заниматься посадочными, посевными работами. Сбором Танина. Короче, много будет дел, судя по всему. Тур. Давайте тура мы приговорим. Не стоит забывать все-таки про мясо, про охоту. И не стоит забывать про волков, про различных. А еще все-таки муфлон. Это овца. Вы мне уже, наверное, написали под прошлой серией. Но так как я эту серию снимаю сразу вслед за предыдущей, соответственно, я еще не читал ваших комментариев. Это у нас кто? Это у нас муфлон тоже. Самка муфлон. А это у нас торговец, судя по всему. Нет. Подожди, Вередах. А Вередах разве какое-то, видимо, очень популярное имя? Потому что Вередаха уже, по-моему, убивали в прошлой серии. Так, тут у нас кто? Тут у нас Мишка. Молодой медведь, извини, прости, но пора с тобой прощаться. И все-таки, где же нам взять... Так, олень. Ребят, я не знаю, где нам брать этих овец. Может быть, стоит их купить и таким образом развести. Потому что я не понимаю, кто из них овца, кто из них козел. Они, по-моему, все козлы, короче. Потому что их не опознать. Поэтому я их всех буду считать козлами. Так, что у нас, смотрите. У нас есть бронзовые ножи, ребят. Луки 50. Вот, кстати, луков, мне кажется... В смысле, нет легкой одежды? Ну и что? Ну нет он легкой одежды. Ничего страшного. Давайте-ка мы сейчас посмотрим по ограничениям. Мне кажется, стоит сделать больше луков. Давайте-ка мы 125% поставим. Таким образом, мы будем часть делать на продажу. Потому что сейчас я даже вообще не знаю, что мы можем продавать. Костяное оружие теперь не в цене. Давайте мы сейчас бизончика завалим. И, кстати, насчет костяного оружия. Коль оно не в цене, давайте-ка мы его отсюда уберем с производства. Какой смысл мучиться? Будем делать только то, что хоть как-то продается. Ну так, меховая одежда, кожаная одежда, оки-доки. Погоди. Мы делаем ли сейчас... А, все. Нам не нужно. Острога нам не нужна. Ну, в смысле, гарпун деревянный. Вообще-то это острога, по-моему. Или острога, или как-то так. Мы же удочки будем делать. Так что нам пофигу. Удочка. Подожди. Рыболовные снасти. Смотрите, у нас есть ловушка для рыбы, к примеру. Уже одна. Шесть удочек. Так что я думаю, что в плане еды должно быть все хорошо. Нам бы еще три знания. Так, а кого забили-то только что? Свинку забили. Видимо, расплодилось их много. Да, десять бронзы у нас готово. И присоединяется двое новых людей. Кстати, насчет людей. Семьдесят три человека. Если вы помните, было шестьдесят с копейками. Не так давно еще. Благополучие семьдесят три процента. Это влияние триста сорок восемь. Я прям становлюсь очень влиятельным. Вопрос в том, что почему у нас такие несчастные товарищи. Мне кажется, надо поставить молитвенных камней больше. Мингиры, к примеру. Их можно поставить вообще за пределами поселения где-нибудь вот здесь вот. Мингир можно тут поставить? Нет, нельзя. Ну, давайте тогда перед воротами вот здесь вот поставим. Раз, два, три и четыре. По-моему, их пять штук надо было сделать для того, чтобы получить по шапке, да. Так, тотемы мы, кстати, так до сих пор и не сделали. Да, еще четыре мингира. Тотемы. Почему тотемы не собраны? А, вот еще один делают. Окей. Это просто их не доделали. Я думал, мало ли, может быть, я какой-нибудь не тот сейв не туда сохранил. И, как бы, теперь обломайся бабкам и на корабле. Но нет, все нормально. Эти здания у нас все готовы. Медная кузница. Видимо, придется реально еще две сделать. Не знаю, зачем они мне нужны, но придется, чтобы получить просто банально эти знания. И что мы будем делать дальше? Я думаю, что каменные стенки имеет смысл сделать. О, да. И можно начинать делать дома, да. То есть можно будет апгрейдить домики. Улучшить до круглого дома. Подожди, а мы же можем, наверное, улучшить до каменного склада, ребята. А давайте начнем, наверное, все-таки с каменного склада. Что там требуется-то? По-моему, я что-то не посмотрел. Камень там требуется или там тоже кремний требуется. Если кремний, то это жопа. Также я не знаю, хватит ли нам вообще ступок. Давайте посмотрим. Я тогда разобрал с дуру ступку. Наверное, это было неправильно. Производство. Ступка, ступка. Подожди. Костры, пивоварня, водяная мельница, печь. Требуется выпечка. Ну, пока нам вроде бы всего хватает. Нам хватает и муки, и хлеба. Так что, наверное, наверное, не имеет смысла сделать еще ступки. А вот сделать все-таки еще один склад я бы очень сильно хотел бы. Как у нас там? 56% занятости. Ребят, может быть, все-таки займемся, нет? Во, все. Процесс разб... А, точно. Тут же сначала надо разобрать. Потом собрать. И тем временем у нас здесь коровки бегают. Опаньки. Смотрите, а вот это нам надо. Давайте-ка приручим молодую самку и самца. Блин, а нету тут еще молодой самки. Взрослая, 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 взрослая. Короче, сейчас попробуем приручить парочку коров. Можете написать мне в комментариях, как вы относитесь к разведению коров. Потому что про кос вы писали, что полное дно, как бы, и не имеет смысла ими вообще заморачиваться. Так, тут у нас что? Тут у нас кремний. Кстати, а что у нас вообще с этим кремнием? И нужен ли он нам еще? Древесный уголь, камень. Слушай, а кремния у нас вообще нету, что ли? Давайте мы на всякий случай соберем, что ли? Шахту, как я понимаю, на это поставить не получится. Шахта ставится на месторождение кремния. Вот на такую. Кстати, я думаю, что имеет смысл сделать. Так, производство. А где она делается? Если б я помню. Вот, кремниевая шахта. Давайте вот сюда поставим. Потому что кремний вроде бы где-то все-таки используется. Я помню, что то ли для какого-то тотема, то ли для чего-то такого, короче... Опа, корова появилась, да. Одного приручили. В общем, для чего-то такого использовался кремний. Так, как... О, слушайте. А, подожди, ты все еще разбираешь, что ли? Ёшкин ты, матрешкин. Я думал, ты уже собираешь, а он все еще разбирает. Какой-то тугодум. Он состарился, кстати, уже пока работал. Обратите внимание. Потому что, когда мы начинали, он не был седым. Либо посидел от работы. Итак, значит, давайте медную руду. В общем, все то, что добывается из земли и имеет ограниченное количество на карте, имеет смысл покупать, наверное. Только за счет чего? Давайте избавимся от костяных вот этих вот девайсов. Чтобы они места не занимали, мы уже переходим на медяху. Так, 39, 25. Так, так, так. Давайте еду еще доплатим им. Потому что еды у нас много. Еду мы без проблем добываем. С этим у нас проблем никаких нет. А вот руды, да, руды не так много. Так, по животным что у нас? 34 из 40. Так что можно пока не париться насчет дополнительного хлева. Я все-таки хочу запариться насчет дополнительного склада. Давайте, ребята, таскаем сюда быстрее. Давайте даже максимальный приоритет поставлю специально. Чтобы сюда быстренько все принесли. Только, по-моему, у нас нету бревен, ребят. Говорит, без проблем. Просто выделял и рубил. Ну да. Вот я тоже выделяю, рублю. А что-то бревен как не было, так и нету. Буки. Я уже не знаю, где все это дело рубить. Уже вроде бы перерубили все, что только можно. Вокруг голяк сплошной. Здесь же лес был, помните? А сейчас здесь уже нихрена нету. А выращивать я даже не знаю. Можно выращивать тут что-то... О, подожди. Каштаны можно, в принципе, выращивать. А каштан можно срубить на древесину. По идее. Вы приручили вторую корову-то? Да, слушай, приручили. Все нормально. А теперь можно и тура привалить. Это был их папа, кажется. Бедный папашка. Надеюсь, на меня животинка не сильно обидится. Да, ребят, все-таки я смотрю, что довольно, как бы, много гринда становится. И все это дело может сильно растянуться. Я прошлую серию, да и эту я, наверное, тоже в серию постараюсь. Ого. Нифига себе. Нифига себе! Она завалила нашу собаку. В общем, я монтировал, с монтажом снимал и предыдущую серию, и эту, наверное. То есть, я снимаю все те же 30-40 минут. Но все-таки обрезаю их до каких-то более-менее разумных размеров. Так, слушай, с собаками у нас проблемы. Давайте мы хоть на мясо разделаем, что ли. Хотя, я бы не хотел какого-нибудь шарика своего съесть. Это больно, наверное. Так, погодите. Давайте посмотрим. Опять. Посмотрите, вот этот вот похож на овцу. А это чистая коза. Я не знаю. Муфлон. Опа, подожди. А здесь у нас что такое? Я издалека посмотрел. Такой на задних лапах вроде стоит. Думаю, что это за дичь вообще? Это медведь. Давайте, Мишку, мы косолапого все-таки привалим. Так, ладненько. Давайте продолжаем дальше заниматься строительством. Как у нас тут дела обстоят? А тут вроде бы все принесли. И даже возводят... Чего? О, болезнь... Болезнь пшеницы. Печалька. В общем, возводят каменный склад. Первый каменный склад, который у нас в нашем поселении появился. Долго, долго он собирается-то теперь. Как-то самый первый побыстрее собирался. Посмотрим, насколько в нем больше места будет. Получается 4 ряда по 6. А в этом складу... 3 по 6, да? Или складе, складу, складу. Блин, непонятно. Ладно, давайте еще и домик тогда улучшим. Даже, даже давайте парочку улучшим. Вот так вот. У нас теперь будут крутые каменные дома, ребята. И 5 знаний, что-то как-то маловато. Ну-ка, ребятушки, что мы еще можем сделать? А, стоп, нам же еще мингиры надо найти обязательно. Они выглядят вроде бы такие вот голубенькие. Или что-то типа того. Так, мегалит. Вот, мегалит. Раз. Попробую его потом найди. Еще где-то его отмечал. Там же его, по-моему, еще на сане надо уложить. 2-3. Блин, где же еще-то они есть? Это что у нас? Это у нас кремниевая шахта. Это не то. Мингир, уважай, вы где? Это кремний. Да что ж такое-то? Откуда ж мне тащить-то его придется? Это же долбануться, обосраться. Ну ладно, давайте вот. 4 есть. Правда, вот тот, конечно, мы задолбаемся тащить. Новые люди присоединяются к поселению, ребята. И поселение достигло 75 человек, но один, видимо, уже сразу умер, как я понимаю, да? Еще 2 единицы знаний. 2 единицы знаний еще нужны. Кстати. Знаете что? Еще. Еще, во-первых, вот здесь вот надо опять приоритет повысить. Я его понижал для того, чтобы сделать красивый скриншот. И давайте-ка мы здесь назначим в производство телегу. Даже парочку телег, потому что... А, нет, осликов как было 3, так и осталось. Мало. Ну правильно, вы их постоянно запрягаете в работу, вот они бедняги и это, у них времени нет спариваться. До чего довели бедных животных. Так, что у нас по поводу шкурок, кстати? Опять, опять я смотрю, вот здесь вот никто не работает. 74 процента, 68 даже занятости. А сюда никто не хочет идти работать. Что за дичь? Вот как так можно работать, а? Как так жить можно и развиваться? Так, домики, домики. Подожди, бревна. Бревна 12 штук есть. Так, смотрите. Есть овцы. Сразу есть овцы. Причем самки. Самки, блин, на что я это покупать буду? 270. Оловянная руда. Ребята, тут прям, прям, я не знаю, что надо продать. Так, это по единичке, по единичке, господи. Медный топор, по идее, надо продавать, пока мы в железо не вышли. Давайте-ка мы сейчас медных ножей продадим. Медных топоров, медных копий. Так, не, давай еще луков. Ну, сделаем еще, это не проблема. Что-то я переборщил даже, по-моему. Хм, что бы еще на пятерочку-то такое взять у тебя. Ай, так вот, ценность. Ну, вот так вот, в смысле. Ладно, хлебушек один тебе. Вот так вот нормально торганули. И у нас теперь есть овечки, кстати, там все, да, 37 из 40. Теперь наши овцы смогут разводиться, наверное, и у нас будет шерсть. Это очень важно. Кстати, прикольно, смотрите, получилось такое, на холме получился хлев. Козырно выглядит. Смотрите, десяточка у нас есть. Мы 100 молока добыли, и у нас есть снова 10 знаний. Большой выбор, очень сложный выбор, я бы сказал. Между изготовлением мечей и изготовлением бухла. Бухим мечи не нужны. Так, слушайте, я прям даже не знаю, окультуривание ржи, знания, подожди, или мечи, или пивас. Нет, пивас, ребят, пивас. Ну, без этого никак. Давайте посмотрим производство пивоварня. Дабы тебя разместить, здесь ты нигде не войдешь. О, подожди, ну только что здесь было. О, вот здесь вот, замечательно. Будет у нас бухлишко, ребята. Наконец-то у нас будет бухлишко. Вопрос в том, из чего оно делается. Ячмень, ну вообще-то из ячменя должно делаться, нет? Пшеница сдохла. Ну, видимо, да. Видимо, да, должно делаться из ячменя. Во, уже, уже собирают, кстати. Да будет бухло! Бухло побеждает зло. Так, ребят, у нас первые каменные дома готовы. Значит, сюда у нас помещается пять человек. В предыдущий помещалось четыре. А вот теперь, внимание, вопрос. Это уже какая-то шведская семья получается. Здесь могло жить две пары, а здесь... Хм... Кто-то живет с двумя. Да. Ладно, в любом случае нам надо проводить будет апгрейд, наверное. Опа, смотри. Нифига себе! Вы посмотрите, бассейн с пивом! Ребят, бассейн с пивом! Офигеть! Я тоже так хочу. По поводу печек, кстати. А, печки это следующие технологии, по всей видимости. Да, где-то... Выпечка это у нас железный век. Да, до этого нам еще как раком до Китая. Но пивасик у нас уже с вами сейчас появится. Уже появилось. Две единицы пива. Отлично. Я просто практически рад и счастлив. Но придется нам постараться и много всего... Подожди, а мингиры? Мингиры, мингиры. А их как-то показывают? Вот, да? Вот лежит. Раз. Давайте подготовить к перевозке. Где-то там еще они лежали. Вот попробуй ты их найди теперь. Вот два. Вот три. И где-то, по-моему, вот здесь вот еще, да, были? Вот он, мингир. Вот этот, вот этот тащить, конечно, вообще будет в жопа. Ох, но надо. Чего не сделаешь для наших ребят. Будем здесь буквально практически Стоунхендж строить. Хотя, кстати, Стоунхендж тоже надо построить, действительно. Почему бы и нет. Дальше, соответственно, начинаем апгрейдить наши домики. Нам надо их пять штук проапгрейдить и будет тогда шоколадно. Хотя, с другой стороны, может быть, сейчас и не лучший вариант был это делать. У нас осень наступает, точнее зима. Я решил дома разобрать. Ну, почему бы и нет. Алло. Начинается. Ой-ой-ой, ребята. У нас проблемы, у нас сложности. Господа товарищи, кажется, мы сейчас потеряем много-много-много людей. Потому что эти товарищи уже со счетами, а у нас наши балбесы как были балбесами, так балбесами и остались. Так, ворота. Давайте мы вот эти ворота, наверное, закроем. Кто-то там возвращается с охоты, судя по всему. Они сейчас начнут ломать. Да, видите, они ломают башни. Все. Давайте, кто не успел, тот опоздал. Закрываем все ворота. Да, башни, башни, по-моему, конец. И человеку, который на ней сидит, скорее всего, тоже. Там же человек сидит, наверное. Так, что там? Убито налетчиков 30. О, я знания получил, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, нам попец, да? Ну, не попец в смысле, а двум башням попец. И, значит... А, слушай, а никто не погиб. С другой стороны, действительно, когда башня обвалилась, там же выпрыгнуть можно не так уж и высоко. Открываем ворота. И два знания не лишние. Но башни придется строить. Кстати, башни имеют большой-большой плюс. И плюс этот состоит в том, что там, где стоит башня, туда у нас и ломится, собственно, противник. Повышенная защита. То есть башни нормальные мы с вами сможем строить только в следующем веке, что ли? Грусть, печаль, беда и сплошное разочарование. Давай вот сюда вот башенки ставим. Кстати, вот сюда вот тоже неплохо было бы поставить. Три башни поставим. Не, ну это уже хоть как-то интереснее. Смотрите, мы еще и меч раздобыли. То есть мы теперь еще и неплохо вооружены будем, скорее всего. Так, что там у нас по мечам-то? Ножи. Подожди, а мечи? О, смотри, три бронзовых меча у нас появилось. Получено пиво 10 штук, знания плюс 1. Вот я всегда знал, что пиво ведет к знаниям. И домики. Ой, блин, что-то я не то делаю. Домики у нас сейчас тоже, наверное, даст... Я не понял, что это было. Так ты разбирал его только! Я думал, ты уже его собираешь, блин. А он его только разобрал. Вот ведь вредители. Льняная одежда, сотка. Еще плюс 1 знание. Давайте посмотрим, есть ли в округе... А, в округе вот у нас сейчас здесь тащат наши эти... Мегалиты на санях. Ладно, давайте все по очереди. Если я сейчас еще и охоту назначу, то я боюсь, что наши вообще нихрена не сделают и ничего никуда не перетащат. Но как будут тащить этот мегалит, особенно вот из этой жопы мира, где-то он у нас здесь тоже есть. Черт его знает, хрен найдешь. Я бы на это посмотрел, на самом деле. Это практически как этот камушек для медного всадника тащили. Здесь, конечно, поменьше. Но и века немножечко другие, знаете ли. Что, бревен нету? Да ядритская сила! Господи, что же происходит-то? Окей. Короче, меня... Меня это достало. Давайте мы сейчас рубку деревьев поставим. Увеличим здесь зону. Вперед, ребят. Вперед с песнями, плясками, прибаутками. 20 бревен. Всего 20 бревен? Вы издеваетесь? Вы, по-моему, свинку завалили только что, судя по визгу, писку. Вы пережили зиму. Очередную зиму мы с вами пережили. И сейчас у нас опять будет большая нагрузка, да? Зиму пережили, а дома так и не достроили. Еще и гроза какая-то непонятная. Так, ладно. Это что у нас? Это у нас дуб с него танин собирается. Кстати, что такое танин? Я так и не понял. Не понял. Давайте мы не будем ударом молнии. А вот у нас кому-то реально повезло, ребят. Кому-то у нас реально повезло. Причем, а где он умирает-то? Я что-то так и не понял. Где он помер? Ну, в любом случае, короче, чувака молнии убило. До этого у меня еще таких приключений не было. Так, бревнышки. Бревнышки, я надеюсь, у нас сейчас появятся в нужном количестве. А, вот он. Вот он, похоже. Нет, да, горах. Горах, да. Ну, правильно, не надо стоять под деревом, да еще и на горе. Плохая-то была мысль. Очень плохая. А, слушай, а бревна ты вместе с ним забрать не мог, нет? О, к нам, кстати, торговец пришел. Новые люди присоединяются к поселению. Еще три человека, и нас становится 78. Давайте посмотрим, что есть у торговца. Осел, взрослая самка. Ценность 80. Давайте мы парочку осликов купим еще. Я надеюсь, что нам есть на что их покупать. Сколько мечи-то стоит? Пятнашка. Нет, мечи я пока продавать, наверное, не буду. А что мы можем продать вам вообще? 20... Вот, кстати, кости можно продавать теперь смело. Нам они теперь только на тотемы, наверное, нужны. Больше ни на что. Да... Луки надо делать, ребят. Надо усиленно делать луки. Потому что мне не на что все это дело. Одного осла придется купить. Не потяну я двух. Подожди. Секундочку. Давайте мы... Вот так вот лучше добьем хлебушком. Ничего страшного не будет. А лук мы лучше один сэкономим. Итак, у нас есть еще один ослик. Еще один ослик ИА у нас появился. Ребят, дома достроим, нет? Ну, пожалуйста. Попазяя. Я хочу еще что-нибудь исследовать. Ребят, что у нас? Мне кажется, знаете что? Давайте-ка мы здесь еще лук назначим тоже в производство. Потому что луков нам что-то как-то не хватает. Составные мы пока еще не делаем. До составных нам еще пока далековато. А луков у нас действительно не так уж много. 48 штук. То есть, ну, на продажу что-то есть, конечно. Как я понимаю, торговцы... Вы, наверное, опять-таки мне писали уже это в комментариях. Но я не знаю. Я все еще гадаю, так как серия записывается вслед за предыдущей. Оу. Оу. Серьезно? Хьюстон, у нас проблемы. У нас тут дерево проросло. Слушай, а как нам его выделить-то? Хе, круто. Короче, дерево будет расти прямо из хижины. Эээ... Так, а че... О чем я вообще? А, неважно. Хе, какая разница. Создан мегалит на санях. Пять штук. Плюс одна единичка. Значит, круглые дома. Пять штук единичка. И мы можем проводить следующее исследование, ребята. Так. Приручение лошадей. Ну, я думаю, что пора, пора заняться оружием. Можем ли мы сделать себе мечи? Клевые, хорошие мечи. Делается это вот здесь. Окей. Только че-то как-то здесь у нас не сильно много рабочих. Наверное, надо поставить приоритет повыше. В общем, не знаю, насколько серии у нас затянется прохождение такими темпами. Бронзовый век мы, я думаю, еще проходить пару серий будем. А я хотел бы все-таки Down of Man вписать в 15 серий. Хотел до этого. Теперь не уверен, что получится это сделать. Но будем смотреть на самом деле на то, насколько вам будет заходить игра. То есть, насколько мы будем долго ее снимать, будет зависеть от того, как вы будете ее смотреть, как вы будете ставить лайкосики и так далее. В любом случае, мы уже сейчас будем подходить к завершению серии. В принципе, я успел... О, смотри, что там, шерстяная одежда. Я успел прокачать еще одно... Один навык, одно знание. Значит, нам надо еще 50 очков. 75 очков нам надо для того, чтобы перейти в железный век. Так, и... Так, какой волк атакует? О чем вы... Блин, я вроде бы кликнул туда. Но меня почему-то послало куда подальше. Давайте мы свинюшку убьем. Надо с волками разобраться, ребят. Не делай это. Медведь, а там кто? Медведь, взрослая самка. Ну, медведи на самом деле особо сами не нападают. А вот волки нападают за милую душу. Поэтому волков-то валить надо по любасу. Дикий осел мелкий давайте приручим. Еще один дикий осел мелкий давайте тоже приручим. А вот где волк, я не вижу. Где он нападает, тем более, я не вижу. Либо ему дали уже звездюлей. Либо он где-то нападает в той стране, где нас нет. Ну, походу, дело так и есть. Хотя, с другой стороны, где он может нападать? Вот где-то здесь, наверное, где мегалиты. Какие еще есть варианты? Да черт его знает. Вообще, я не вижу. Вы видите где-нибудь волка? Я нет. А он есть. И он где-то нападает. В общем, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Заходите ко мне в Дискорд. Заходите ко мне на стримы. Везде буду рад вас видеть. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok